Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 апреля и сегодня в утреннем обзоре я вам уже показала, там у меня часть томатов стоит на консервации, то есть в холоде и в темноте. И я думаю, что многих заинтересует эта тема, потому что тема это как, есть вот темы известные, на которые мы все говорим, говорим, говорим каждый год, а есть темы, которые мы затрагиваем редко. И вот консервация рассадов томаты это тема редковатая, она редкая. Почему? Потому что обычно этим методом, вот сколько я читала информации, пользуются те люди, которые выращивают, высаживают томаты в теплицу в январе, а сеют осенью в конце августа-сентябре, потом они их в холодных помещениях выдерживают на консервировании, без подсветки и потом высаживают. А мы вот простые огородники, которые летние, я их называю зимники и летники, мы вот летники, мы используем этот метод очень редко. Я сейчас двух слова скажу. Я хотела еще утром все это рассказать, сейчас уже жара, но тут столько событий навалилось. Тут вот и теплицу привезли, я сняла теплицу, бегали, тут смотрели, я охала-охала, дырочки проковыривала в этой упаковке, чтобы посмотреть. Мне не терпится, жду, когда скорее муж с работы придет, начнем распечатывать, раскидывать. Сама я сейчас не буду, мне некогда, сейчас с томатами. И вот, немножко отодвинулась эта тема, но я все равно хочу обязательно поделиться. Раз уж я нынче укладываю томаты на консервацию, значит, я должна вам об этом тоже рассказать. Я же рассказываю все, что делаю, все рассказываю и показываю. Вот если коснуться поглубже технологии консервации томатной рассады, я уже говорила, что ее чаще всего используют те, которые сеют осенью, потом некоторое время держат и высаживают уже в январе. У них уже в апреле получается урожай, но обычно это для продажи делают томатов ранних, они самые дорогие, самые ранние. Но принцип можем использовать и мы, потому что метод, он основан на том, что при создании искусственно мы должны создать такие условия выращивания, то есть температуру, влажность, освещение, все сделать им наоборот. И при вот создании таких искусственных условий возможно затормозить процесс роста рассады, при этом не снижая их качество. Если мы, как обычно, им нужно тепло, уже солнце, то сейчас мы должны наоборот им сделать, чтобы не было тепла, не было солнца, все наоборот, все. И еще раз хочу сказать, что, чтобы вы не заблуждались, это не переросшая рассада, нет, это не такая, не вытянувшаяся, не ослабленная, это здоровая, хорошая рассада, которая вошла в фазу бутонизации или близко к этому. И это не исправление недостатков. Видите, вот у нее уже появляется бутончик. Вот у этой появляется бутончик. И почти все они или уже есть небольшой бутончик, или только-только. Все они очень толстые стволики. Они, короче, в такой паре, что через недельку их можно было бы высадить. Все они, вот, все здоровяки, все богатыри, прям такие хорошие. И еще раз повторюсь, это не исправление рассады, не исправление каких-то своих ошибок в выращивании. Это тоже передержка. Я вот говорила, помните, теплицу я высаживала на постоянное место, а между ними на передержку, на доращивание, на разжирение, растолстение выставляла. Это у меня была передержка. Это тоже передержка, но в обратную сторону. То есть там мы ловили, выставляли для того, чтобы томаты поймали больше света, больше тепла и всех вот таких вот условий. А здесь все наоборот. Я сейчас их закрою в темную баню, в холодную, чтобы там не было этого света, не было этого тепла. Вы понимаете, что без света и фотосинтез все процессы прекращаются. Растение как бы замирает. И все это мы делаем для того, чтобы оно осталось в этой же паре. Как раз, чтобы оно не стало перерощенной, ослабленной. Оно, чтобы не стало, короче, хилой, такой, который уже высаживать нужно будет или лежа, или с заглублением. Я вам говорила, как высаживать перерощущую рассаду, чтобы нормальная, здоровая рассада не превратилась в перерощенную. Вот смотрите, я этот метод использовала раньше, но для других целей. Сейчас скажу вам. Когда я высаживала рассаду для продажи, вы понимаете, что вот начинается сезон, она, например, к концу мая готова, все, она в фазе бутонизации, начинает чуть-чуть расцветать, некоторые расщелкиваться. Но когда большой объем и когда всю рассаду сразу невозможно вырвать, куда-то релизовать, продать, но мы не хотим, чтобы она переросла, чтобы людям было потом сложно высадить, чтобы она была какая-то длинная, она была переросшая. Я очень часто делала так, полностью брала полгриды, например, там около тысячи, все выемку делала с грунта, у меня с открытой корневой системой, по 10-12 штук в мешочке фасовала, немножко увлажняла, вот так же укладывала в ящики, но только в контейнера, только не в стаканах, это в стаканах, а та в мешочках, вот так вот. И по сколько там, по 300, по 400 в каждом контейнере и выставляла туда в темную баню, потому что у меня была одна знакомая, которая забирала у меня эту рассаду, и она мне сразу просила, Оль, сделай так, чтобы она была не переросшая, лучше заранее ее дня за 3-4 вырви, туда на консервацию, а я потом возьму ее, чтобы она была всегда вот в такой паре, чтобы она была с толстой ножкой, с зачатком бутона или с одним цветочком, это мы делали для того, чтобы она не перерастала, не ухудшалась качество рассады. И вот в этом году я решила по этому же методу уложить на консервацию вот эти свои на хранение, потому что метод, он действует одинаково, что в том возрасте, что в другом. Сразу скажу, что большую рассаду в фазе бутонизации надолго я не укладывала, я вот сейчас хочу на 15 дней, чтобы высадить ее в открытый грунт через полмесяца и в открытый грунт под пленочное укрытие, но чтобы она осталась вот такая же, как сейчас, чтобы она не была потом тонкая, жидкая. Ну, вы поняли. И вот я уже сегодня спрашивала, ко мне на канал заходит знаменитый вот этот тоже огородник Виктор Шадрин. Я у него спросила, может быть, у него был опыт вот такой долгой, длительной консервации. Я взрослую рассаду больше, чем на 7-8, в крайнем случае, 10 дней так не оставляла. Я уже сегодня в утренном обзоре говорила, у меня был один раз случай, когда сыну на работе сотрудницы заказали, я им все вырвала, приготовила по мешочкам, а тут передали мороз, они побоялись высаживать, сказали, пусть она у вас похоронится, а она у меня уже вырвана. Вот она у меня стояла больше недели на консервации, и я ее когда через неделю, дней через 8 вытащила, она была точно в таком же виде. Все. И я поняла, что консервировать их можно, консервацией заниматься. Кстати, где-то в некоторых статьях вы можете увидеть слово не консервация, а консервирование рассады томатов. Я не знаю, правильно это слово консервирование или нет, я использую слово консервация. И то использую в этом году первый раз. Обычно я использовала всегда длительное хранение. Все. Вот на длительное хранение сегодня я буду. Сейчас я пройду в то помещение, где они у меня стоят, покажу, как они у меня там стоят, и расскажу, какая температура, на какой срок, и еще несколько подробностей. И уйдем туда, потому что здесь, если честно, у нас уже очень жарко, и мне надо скорее перетаскивать рассаду в холодок. Продолжаю в том помещении, где у меня вчерашняя партия уже стоит. Вот если будут спрашивать, какая температура, то я, когда читала материалы по этой теме, кто-то указывает 4-5 градусов, когда зимой хранят в подвалах, кто-то указывает 8-10 градусов. Вот у меня сюда заходишь, чувствуется холодно, я сюда термометр еще не принесла, но у меня примерно 8-10 градусов. Ниже здесь не сделаешь, потому что это просто старая баня, которой мы не пользуемся. Все двери закрыты, и, конечно, она здесь не прогревается. Тут же ни окон, ничего нет, солнечного света здесь нет. А, единственный плюс вот такой передержки, вот такой консервации, что совершенно не требуется досветка, совершенно не требуется подогрев. Ну, короче, вообще беззатратный способ хранения. Если спрашивать будете, на какой срок можно уложить, я сама про большие сроки собственного опыта не имею, не знаю, я вам сказала, я 8-10 дней больше не пробовала. Но, опять же, в материалах, которые пишут вот эти зимники, которые зимой выращивают, у них иногда написано, что от середины, от конца октября до середины декабря они хранят при таких условиях, это полтора месяца. И пишут, что без ущерба для качества рассады, как только начинают прогревать, поднимать температуру и освещение дают, рассада быстро пускается в рост и пишут, не знаю, правда или нет, что урожай повышается на 15-20% у таких томатов. Я не пробовала, я буду ставить на 15 дней, у меня вот такой план. И благодаря вот этим, конечно, обо всем вам расскажу, и благодаря моим вот этим наблюдениям я с вами буду делиться, вы уже будете узнавать, можно ли на полмесяца без ущерба для здоровья. Видите, вот сейчас они хорошие такие, толстенькие, зелененькие. Какие они будут через полмесяца, я не знаю. Но тут закрыл и ушел. Должна быть низкая температура, не должно быть света и должен быть минимальный полив. Один раз я их все-таки вчера полила, потому что стаканы стояли на солнце, были совсем пересушенные. Даже если полив минимальный требуется, нужно все-таки проверять через какое-то время, чтобы они не завяли. Все мои наблюдения будут впереди. Сразу скажу, что помещение специально, конечно, я не делала, не выбирала, я вот утром уже говорила, это старая баня, которой мы не пользуемся, так как мы сейчас в ванной моемся дома. Все сделали там, у нас и горячая вода, и все есть. Эта баня вроде как пустует. Вот теперь тут будут жить у меня томаты на консервации. Эта тема для меня сама очень интересная, потому что новая, я люблю все новое. Я поэкспериментирую, потом, может быть, брошу и никогда не буду этим заниматься. Сразу скажу, зачем такие ужасы в темноте, в холоде держать рассаду вполне нормальную, здоровую. Но опять же, скажу вам, почему делаю я. Я уже говорила, всегда сею с запасом. Те с запасом скороспелки, которые я высевала для получения раннего урожая, для первой теплицы, эти остатки я высадила по бордюрам, потому что они холодостойкие, они выносливые, они, если даже погибнут, мне не жалко. А вот эту рассаду я тоже сеяла для ранней теплицы, для получения раннего урожая. Но это сорта, все высокорослые, все крупноплодные, все куплены за дорогие деньги, жалко выбрасывать. Я не отдать никому не могу, у нас еще никто не высаживает. Да и жалко отдавать, если честно. Признаюсь честно, я их покупала, с таким трудом мне люди там по несколько семечек высылали. И так как им не хватило места ни в первой, ни во второй теплице, они остались лишние. Вот они у меня попали на консервацию. Это мера вынужденная, но я надеюсь, с помощью консервации я сохраню вот эту здоровую, крепкую, красивую рассаду, уже готовую. Я потом высажу ее в открытый грунт и она хоп и сразу зацветет, сразу начнет плодоносить. Это мои такие мечты. Но они не всегда совпадают с реальностью, сразу говорю. Все, до свидания. Продолжение следует...